Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3139. «Чем мотивирует свое такое неудержимое стремление к единению с патриархией зарубежной? И что тому было причиной?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «В 1993 году в Синоде я сказал, что они ничем не отличаются от патриархии. Имел же я в виду их духовную работу, такую же мертвенность, привязанность к видимым предметам, страсть к паломничествам, к монашеству, к церковно-славянскому языку. Меня там сильно изругали и разоветились на эти слова страшно. И вот ныне они с такой стремительностью ринулись в объятия вчерашних врагов, что даже представить трудно. Вот явись сейчас все умершие в их юрисдикции и присутствуют они здесь, то что бы они сделали с сегодняшними предателями истинного пути своей страдальческой церкви? Послушаем откровения и чаяния заживо усопших». Цитата И вот он спустя 20 лет после собора вернулся в Россию. Он был созданным историком в순емом и благоу rareноства, чтобы покрыть каждого. Идея его создания принадлежит Александру Исаевичу Солженицу. Он прошел через все испытания, через ГУЛАГ. Многие помнят его гневное осуждение советской власти на Третьем Всесорубежном Соборе в 1974 году. И вот он спустя 20 лет после Собора вернулся в Россию и продолжает работать на благо своей страны. Если мы осознаем, что нам верен бесценный дар православной веры, русского предания и традиции, мы должны щедро делиться им с нашими соотечественниками в России, особенно с молодежью. Иначе в скором времени делиться будет уже не с кем. Вместе с русским мировоззрением, русской идентичностью, сойдет с арены мировой истории и Россия как великая держава. На ее месте появится территория, населенная русскоговорящими людьми, численность которых год от года будет лишь уменьшаться. Давайте вспомним о тех сохраненных русской эмиграцией традициях, которые вернулись в Россию. Чрезвычайно востребовано в России оказалось скаутское движение. Наши скаут-мастера впервые приехали в Новую Россию в начале 1990-х годов. Сколько труда, души и знаний было вложено нашими скаут-мастерами в Россию. Есть впечатляющие результаты. По всей стране сейчас действует 9 общероссийских и межрегиональных и 20 региональных организаций, в которые входят около 10 тысяч молодых людей. Только в российском ОРЮР около 3000 членов, а координация всей работы ОРЮР сейчас перешла в Россию. Таким образом в Россию был возвращен важный инструмент воспитания молодого поколения на основах любви к Богу и служения Родине. Другой пример мне очень близкий. Это сохраненные в России и переданные в Россию в 1990-е годы кадетские традиции. Сейчас в России более 100 кадетских корпусов. До революции их было около 30. В сегодняшней России это одна из самых эффективных систем образования. И главное в воспитании молодежи для служения России на военном и гражданском поприще. Важно, чтобы православные люди в России не пришли к выводу, что русская зарубежная церковь, такая, какую они когда-то почитали и любили, оказалась чуждой России, не сумев понять ее современную жизнь и живя лишь устаревшими мифами о ней. Печальный тому пример то, что от нашей церкви уже отошла не только определенная часть священников и мирян, но и даже некоторые иерархи. Давайте же все вместе осознаем, что в отрыве от своих корней наша церковь рискует перестать быть русской. Подчеркиваю, церковью русской не по национальной принадлежности своих чад, а по своему самосознанию, в котором национальное начало всегда подчинялось духовному. Я внук русского офицера, полковника добровольческой армии. Для моего деда, отца и для меня зарубежная церковь всегда была хранительницей не только православной веры, но и русской культуры. Благодаря нашей церкви мы всегда чувствовали и осознавали себя частью России, носителями ее традиций и культуры, независимо от того, где бы мы ни родились. Вернувшись 15 лет назад на родину, мне очень хотелось бы, чтобы моя семья, мои дети, которые родились в России, могли с чистой совестью молиться и причащаться в храмах русской православной церкви, ощущать себя детьми единой матери церкви. Б.А. Иордан, 9 мая 2006 год. Следующая цитата. «Я думаю, сегодня паства готова», заявил делегат от Синодального собора, старейший архидьякон РПЦЗ Евгений Бурбелло. Он служил еще при трех прежних первоиерархов русского зарубежья, митрополитах Анастасии, Филарете, Виталии, и хорошо знает настроение и чаяния духовенства и прихожан. Кроме того, после перестройки Бурбелло несколько раз бывал в России, посещал восстановленные монастыри и храмы и убедился в том, что церковь в Отечестве свободна и духовная жизнь возрождается. Восстановление евхаристического общения означает, что православные за рубежом и в Отечестве могут причащаться из одной чаши, вместе совершать главное церковное таинство. Этим мы только укрепим православие, подчеркнул Бурбелло. А те, кто сомневается, что мы должны соединиться, могут посмотреть на Джорданвильский календарь с адресами церквей, который печатался в 50-х годах прошлого века и сегодня, и сравнить. «Мы идем на убыль», – констатировал собеседник агентства. «По нашему уставу мы считаемся временной организацией, и это время должно кончаться», – убежден представитель европейского монашества зарубежной церкви и ромонах Ефимий Логвинов из Мюнхена. «Я считаю», – добавил он, – «что те, кто выступает против, просто не хотят с этим смириться». Конец цитаты, новая цитата. «Многие проблемы, с которыми сегодня столкнулась церковь России, такие как борьба с сектантством, межрелигиозные отношения, хорошо нам известны. У нас есть опыт, и мы должны помогать», – пояснил представитель РПЦЗ. «Мы старались, чтобы на основании этой работы собор мог принять решение о единстве», – сказал Секоев. Еще цитата. «Я надеюсь, что все будет в порядке, и что я и мой брат, который в Москве, будем вскоре причащаться из одной чаши, это для нас имеет огромное значение», – сказал Мирянин Георгий Никольский, дед и прадед которого были священниками. «Я не хочу, чтобы зарубежная церковь превратилась в засохшую ветку Русской Православной Церкви», – подчеркнул Никольский. Другой Мирянин, делегат от храма памятника белой эмиграции в Брюсселе, потомок генералов русской армии, Дмитрий Геринг, также считает, что, цитата, «надо дойти до единой Русской Православной Церкви». Еще цитата. «Думаю, какие-то шаги уже были сделаны, и, надеюсь, в конце собора ситуация станет яснее», – сказал он. «Когда читаешь такие высказывания, то вроде бы нельзя открыто смеяться, но и плакать я уже устал. Как будто сегодня Бурбела будет прочищаться с нашим Байтовичем и возродится Россия. Мусолят пустые слова, как дети малоумные». Лука 24.5 «И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми?» Исайя 19.13 «Обезумели князья цаанские, обманулись князья вефимские, и совратил Египет с пути главы племен его». Второзаконие 32.32 «Ибо виноград их от виноградной лозы садомской из полей гоморских ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие». Прокысая 1.10 «Слушайте слово Господне, князья садомские, вынимай закону Бога нашего, народ гоморский». Прощанье Павла с паствою своей есть образец, как подвести итоги. Слушая отсчет, и ты, душа, сумей, вот так же все анализируй строго. Смотрите все, «И те, кто не послушен, я чист от вашей почерневшей крови. Ходил я среди вас и чистил ваши уши, пытался в царствие небесное устроить. Я ни о чем сказать не упустил, светил по закоулкам всех разоров. Лишь Богу угождать, таков мой стиль, пытался вымести смутьянов вместе с ссором. Прощальный час, минуты расставания. Нам не сидеть, но встанем на колени, очередная встреча будет с вами, уже не здесь, а за пределом тления. Последние минуты так хотелось на поцелуи тратить, на объятья. Душой я с вами, расстаюсь лишь телом, о чем скажу, не думайте, что спятил. Из вас самих, почтенных, бородатых, восстанут волки лютые, зверье. Я мог бы даже вычислить по датам, когда вы броситесь искать мое белье. Но только помните, что встреча предстоит у белого престола Иеговы. Я проповедовать был послан, не крестить, не поднимайте в удивление брови. Епископы, попы, их ноги, как столбы, приучатся выстаивать моления. Чего не говорил, приучат вас любить. В монашество войдете, в лжесмирение. Я день и ночь учил вас со слезами, любить людей, а не пустыни ваши. Обставитесь иконами, мощами, волосами. Иду на казнь охотно, но за вас мне страшно. 12 мая 2006 год, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин и все. Игнатий. Игнатий. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...